Расширение сотрудничества России и Казахстана и взаимодействие по важнейшим мировым проблемам эти темы в центре внимания в Астане на самом высоком уровне. Там сегодня с государственным визитом Владимир Путин, кроме переговоров лидеров двух стран, в разных форматах обсуждается самый широкий круг вопросов. И уже подписан ряд важных документов. Репортаж Александра Черепниной. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в этом году виделись не раз. Регулярно встречались на полях различных форумов и саммитов. На одном из них в Сочи в сентябре казахстанский лидер и пригласил своего российского коллегу в Астану с государственным визитом. Статус поездки на дипломатическом языке означает между странами особый уровень отношений. Пока все ждали в холле, Нурсултан Назарбаев вышел на порог своей резиденции, навстречу Владимиру Путину. Лидеры тепло пожали друг другу руки. После по очереди представили членов своих делегаций вместе. Слушали гимны сначала российский, затем казахстанский. Их исполнял военный оркестр. Пройдя по красной ковровой дорожке, президенты удалились для беседы с глазу на глаз. Мы видим уже от многих наших партнеров предложения о развитии отношений между экономическими объединениями. Но и мы знаем, что большое количество стран уже изъявляет желание сотрудничать с Евразийским союзом в разных форматах, в том числе в формате свободных экономических торговых зон. Казахстан был, будет и остается ближайшим и надежным соседом и союзником Российской Федерации во всех перпетиях жизни. Я хочу, чтобы об этом все знали, потому что это отвечает коренным интересам казахского народа казахстанцев. О торгово-экономическом сотрудничестве сегодня говорили и на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе. Казахстан среди стран СНГ один из главных торговых партнеров России. Совместных предприятий около 6 тысяч, проекты практически во всех отраслях экономики, от сельского хозяйства до энергетики. Крупнейшим из них станет завод «АвтоВАЗ» в Усть-Каменогорске мощностью 120 тысяч автомобилей в год. «Трансмашхолдинг» совместно с казахстанскими железными дорогами и французской компанией «Альстом» построил в Астане завод 100 грузовых магистральных локомотивов в год. Ведется работа по организации СП по сборке многоцелевых вертолетов К-226Т. В ходе визита были подписаны несколько документов. Среди них соглашение по разграничению дна северной части Каспийского моря. Месторождение в 150 километрах от берега было обнаружено больше 7 лет назад. Запасы нефтеносной структуры центральные, только приблизительно оцениваются в 100 миллионов тонн нефти и в 160 миллиардов кубометров газа. Проект тормозился из-за юридических несостыковок. Теперь совместные разработки будут продолжены. Сотрудничают страны и в Космической области. Сегодня было продлено соглашение об аренде земельного участка в Казахстане, который используется для падения отработанных частей ракет при пусках из позиционного района Дамбаровский. Обсудили лидеры и актуальные вопросы международной повестки, в том числе сирийский кризис. Сейчас идет спекуляция на тему вопросов шиитов и шунитов. Ничего общего это не имеет, потому что то, что делается в Сирии, это общая угроза для нас, для всех. Особенно для центрально-азиатского региона. Мы уже знаем о инцидентах, которые произошли на границе с Туркменистаном и сильно переживает и Таджикистан. В связи с этим мы говорили о том, что мы выступаем с идеей создания форума «Ислам против терроризма». Мы проинформировали Нусана Бишчан-Зарбаева об основных итогах встречи на Романской четверке в Париже, а также о развитии ситуации в Сирии и наших действиях по подавлению террористической активности в этой стране. И, конечно, мы поддерживаем предложение президента Казахстана по поводу объединения усилий всех стран, прежде всего тех стран, где население исповедует ислам, объединения усилий в борьбе с терроризмом. Формат заявления для прессы вопросов от журналистов не предусматривал, но один все-таки прозвучал. Он был адресован Владимиру Путину. Российского президента попросили прокомментировать отказ США от переговоров с российской стороной по ситуации в Сирии на высшем уровне. Москва предлагала Вашингтона отправить в Америку делегацию во главе с председателем правительства, в которую вошли бы военные эксперты. Но Вашингтон ответил, что он не может ни принять российскую делегацию себя, ни отправить свою в Москву. Я не очень понимаю, как наши американские партнёры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются от прямого диалога и по важнейшему направлению, такому как политическое урегулирование. Считаю, что эта позиция является неконструктивной и в основе слабости американской позиции в данном случае, видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этим вопросам, видимо, просто не о чем говорить. Но мы, тем не менее, оставляем двери открытыми и очень надеемся на конструктивное дело со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе и с американскими нашими партнерами. После российский лидер отправился в Свято-Успенский кафедральный собор, самый большой православный храм во всей Центральной Азии. Его открыли недавно. Владимир Путин приехал с подарком, с иконой покрова Пресвятой Богородицы. В ответ настоятели вручили президенту Федоровскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей государственности.